Почему сменяются времена года? Многие думают, что времена года сменяют друг друга из-за эллиптичности орбиты нашей планеты. Когда Земля приближается к Солнцу, становится теплее, а когда отдаляется, становится холоднее. Однако орбита Земли практически круглая и не оказывает значимого влияния на погодные и температурные условия. Главная причина смены времен года – наклон земной оси. Ось вращения нашей планеты наклонена под углом около 23,5 градусов по отношению к орбитальной плоскости. Вероятнее всего, ось вращения наклонилась после столкновения Земли с другой планетой размером примерно с Марс. Хотя наклон оси вращения остается неизменимым, ориентация Земли относительно Солнца постоянно меняется по мере того, как Земля обращается вокруг светила. Когда одно из полушарий Земли обращено в сторону Солнца, в этом полушарии наступает весна и лето. Другое полушарие в этот момент получает меньше солнечного света, и там наступает осень и зима. Сколько сезонов в году? Время года или сезон – это период в году, отличающийся определенными погодными условиями среднесуточной, температурной и длинной светового дня. Количество сезонов в году зависит от вашего географического положения и культурных особенностей вашего региона. В умеренных и приполярных областях обычно выделяют четыре времена года – весну, лето, осень и зиму. В некоторых странах Южной Азии год делится на шесть сезонов вместо четырех. Например, в индийском календаре есть следующие времена года – весна, лето, сезон дождей, осень, ранняя зима и поздняя зима. Во многих тропических регионах существует всего два времена года – сезон дождей и сухой сезон. Когда наступают времена года? Существует два основных подхода к определению временных границ сезонов – метеорологический и астрономический. Согласно метеорологическому подходу, каждый сезон состоит из трех месяцев и начинается с первого дня первого месяца – 1 марта, 1 июня, 1 сентября или 1 декабря. Согласно астрономическому подходу, каждый сезон начинается либо в день солнцестояния, когда Солнце на небе достигает самой северной или самой южной точки, либо в день равнодействия, когда Солнце пересекает небесный экватор. Времена года в Северном полушарии В Северном полушарии метеорологическая весна начинается 1 марта, лето – 1 июня, осень – 1 сентября, а зима – 1 декабря. Начало астрономической весны отсчитывается от мартовского равнодействия. Начало лета – от июнского солнцестояния, начало осени – от сентябрьского равнодействия, а начало зимы – от декабрьского солнцестояния. Из-за наличия высокосных лет, даты наступления равнодействий и солнцестояний могут ежегодно отличаться на один или два дня. Метеорологические сезоны Весна – 1 марта, лето – 1 июня, осень – 1 сентября, зима – 1 декабря. Астрономические сезоны Весна – 19 марта, лето – 20 июня, осень – 22 сентября, зима – 21 декабря. Времена года в южном полушарии Времена года в северном и южном полушариях противоположны. Когда в северной Америке зима, в южной Америке – лето. Когда в Европу приходит весна, в Австралии наступает осень. Как вы теперь знаете, что происходит из-за того, что северное и южное полушария обращены к солнцу в разные периоды года? Смена времен года есть на всех планетах Солнечной системы, так как их оси вращения наклонены. Однако сезоны на других планетах отличаются от земных. Возьмем, к примеру, Уран – это планета, наклонена под углом почти в 98 градусов, так что ось ее вращения располагается почти параллельно орбитальной плоскости. К тому же, Урану требуется 84 земных года, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В результате, каждый сезон на этом газовом гиганте длится 21 год. Та часть планеты, в которой наступает зима, не видит Солнца на протяжении 21 земного года. На других планетах дела обстоят не менее странно. Например, на Венере времена года длятся меньше, чем дни. А на Меркурии очень сложно понять, когда закончится один сезон и начнется другой. Подведем итог. Древняя года существует благодаря наклону земной оси. В течение года северное и южное полушария наклоняются к Солнцу под разными углами. Когда северное полушарие наклонено к Солнцу, в северном половине нашей планеты наступает лето. А в южном полушарии, когда в это время наиболее удалено от Солнца, царит зима. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин